Здравствуйте! Сегодня для настроения такие красивые шарики после моего дня рождения. Сегодня одиннадцатый урок. Это мой котик. Тоже с вами учится. Ах, ты хочешь учиться? Я. Хочешь учиться? Ушел котик. А мы сегодня продолжаем, как и обещала, тему отрицательные артикли. Познакомимся. Мы уже знаем, что такое определенные и неопределенные артикли. Надеюсь, вы их сравнили, в чем разница. И сегодня разбираем отрицательные артикли. И что это значит? Что это значит? Это когда вы говорите, это не мужчина. Вот у меня этот первый пример. Сейчас объясню. Или это не женщина, это не предмет. Вот вы отрицаете. В русском языке, получается, надо просто подставить приставку не. И тем мы понимаем, что это не мужчина, допустим. То в немецком языке, получается, мы вот этот вот артикль, который определяет род, именно ним мы показываем отрицание. То есть, сейчас минутку, верну табличку, где были неопределенные артикли. Сейчас, минутку. Вот для сравнения. Это вот неопределенные артикли. Все то же самое, только мы добавляем, ну почти, я имею в виду, кроме множественного числа. А так, все то же самое, только ка добавляем. Вот был, смотрите, номинатив айн, в отрицании каин. Мы просто к всем неопределенным артиклям в единственном числе просто дописали букву ка. Вы можете, если вы себе табличку такую сделали, сравнить. Все то же самое, вот, в единственном числе. Все, вот, один к одному, только с буквой ка. И в отрицании есть множественное число. Вот это, вот это будет для вас немножко новым. А так, очень легко, в принципе, если вы запомнили неопределенные артикли, то вы будете в единственном числе, и он есть только в единственном. В отрицании вы то же самое, только с буквой ка, в начале. То же самое, один в один, только с буквой ка. А в множественное число, тоже я взяла тот же самый пример, чтобы не путались. Менекинда фраун, все мужчины, дети и женщины во множественном числе. И как они склоняются. В номинативе ка и не, а акузатив тоже ка и не, датив ка и нэн, генитив ка и нэр. Вот вам получается ту же самую табличку, как в неопределенном, добавить только множественное число и букву ка. Везде в начале. И вот как пример внизу, допустим, я говорю, это не мужчина, это женщина. Вот я, допустим, кому-то это говорю, получается. И я должна сказать, как здесь написано, как я уже подготовила. Подсматриваем в табличке, почему айнэ фрау. Потому что сейчас мы разбираем номинатив. Это предложение в номинативе. Номинатив, поддержка, которая определяет здесь и сейчас, просто факт. Вот, это мужчина или это женщина. Одна женщина. Вот, и я, так как это пример, где вы не видите ни картинки, ни живого человека, ну, никого. Это будет неопределенный артикль. Das ist eine Frau. Какая-то одна женщина. Что я указываю. Das ist, это есть не мужчина, kein man. Тоже в номинативе. И я говорю, das ist eine Frau. Это одна какая-то женщина. Как раз вы сможете это, вот, неопределенный артикль. А еще раз повторить. Как пример, возможно, поймете лучше. Я думаю, на следующем уроке мы разберем еще разок эти все три. Определенный, неопределенный и отрицательный. Я вам еще, наверное, на примерах мы это повторим, разжуем, глотнем и запомним навсегда. Останавливайте, перематывайте, повторяйте, записывайте себе, пожалуйста, все эти пометки очень ценные, все эти таблички, где всегда можно подсмотреть, подправить сам себя. Это очень, это пригодится везде и всегда, к сожалению, это факт. Без знаний этих будет сложноватенько, поэтому все заучиваем, повторяем и заучиваем. Так, еще разок. Я думаю, не надо повторять или как хотите, могу повторить, да. Man, nominative kein, accusative keinem, dative keinem, genitive keinem. Вот произнесу, чтобы вы еще раз знали, как это произносится. Понятнее было. Kind, nominative keinem, accusative тоже keinem, dative keinem, genitive keinem, frau, nominative keinem, и au, accusative тоже keinem, dative keinem, genitive keinem. И множественное число, про генитив, как уже повторялось в тех уроках, будет отдельное, отдельное видео с объяснением. Множественное число в отрицательных есть. Номинатив keinem, accusative keinem, dative keinem и genitive keinem. Например, допустим, я бы тоже сказала. Еще раз, наверное, возьмем примеры вот внизу. Das ist kein Mann, das ist kein Kind, das ist keine Frau. И если я хочу сказать, это не мужчины или это не дети во множественном числе, мне понадобится еще изменение. Вот здесь, этого глагола, sein, который меняется постоянно, не буду сейчас сходить, ну, я скажу, как это звучит, но на слух, возможно, это будет сейчас сложно запомнить, это отдельная тема. Это было бы, вместо ist, вот так как множественное число здесь будет sind, и тогда обзвучало das sind keine Männer, Männer, das sind keine Männer. Номинатив во множественном числе. Ну, не будем забегать сильно, сомневаюсь, что это сейчас зайдет. Ну, и завершу, das sind тоже. Допустим, тут уже я не смогу сказать неопределенный, так как в неопределенном у нас нет множественного числа. Я могу только сказать во множественном числе. Вот, да, все-таки я сделаю еще один урок, где мы пройдемся, чтобы понять разницу. Да, и с примерами. Спасибо большое за внимание. Это с вами была Светлана. Был одиннадцатый урок. Кому понравилось, ставите класс. Подписываемся, те, кто не подписались. Нажимаем на колокольчик. Внизу видео вы видите мой номер телефона. Можете писать мне на сообщения WhatsApp, Viber, Telegram, а также по электронной почте, если интересно, в индивидуальном уроке. Еще планирую раз в неделю выходить онлайн, live, и разбирать вопросы. Допустим, будем проходить за неделю все, допустим, какую-то определенную, вот как здесь, артикли, а потом буду отвечать на ваши вопросы. Ну, это я еще анонсирую, еще скажу, когда. И до скорой встречи.